МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы начали разрешать выходить на работу сначала в крупном предприятии, при условии, что они будут соблюдать очень жесткие базовые требования. Увидели о том, что это правильное решение. Увидели о том, что тут постучим, что называется низглазь. Значит, это никак не сказывается на заболеваемости. Поэтому было принято решение о разрешении еще целом всех трудно. Экономик отраслей выходить на работу. При этом губернатор подчеркивает, что это риск. И далеко не все субъекты страны идут на такое. Детали правительственного указа относительно индустрии красоты глава региона и его коллеги подробно разобрали на встрече с инициативной группой владельцев салонов. Не все до конца понимают, что у нас на самом деле происходит. Все воспринимают, что сейчас вот этот диалог, вот это вот наше решение, которое мы каждый день вырабатываем, это, ну, извините, как квест. Да, предприниматель надо пройти какой-то квест, чтобы дойти до конца и получить приз, разрешение работы. Все намного сложнее. Это не игра. Каждый возможный гипотетический риск – это цена человеческой жизни. Руководитель сети студии «Красоты» Вульяновский Ренат Валиуллин признается, что коллектив не спал четыре ночи. Готовились к открытию в условиях пандемии. Теперь без маски вход в салон воспрещен. Прежде чем зайти внутрь студии, клиент проходит испытания дезинфекционной ванночкой и термометрией. Дальше уже гость проходит, раздевается. Мы распределили все по зонам. Зона ожидания у нас обязательно через расстояние полтора метра. Зона, где обслуживаются гости, обязательно через расстояние полтора метра. Все помечено лентами. Чтобы вести деятельность, необходимо об этом уведомить и заполнить соответствующую декларацию, размещенную на сайте openbusiness73.ru. Главное – поставить галочку напротив пункта «Согласие на проверку». За последние два дня декларацию направили свыше 300 организаций. Каким образом будет проводиться контроль? Скорее, не контроль, а более правильное слово – мониторинг. Указом губернатора созданы мониторинговые группы, которые сегодня занимаются как раз осмотром состояния его соответствия. Указом губернатора разрешили работать не только в сфере индустрии красоты, но и торговли, занимающейся непродовольственными товарами. Но и здесь есть исключение – покупать одежду без примерки. А выбор обуви не обойдется без одноразовых носков и перчаток. Ринат Альгулова, Руслан Баталов, Новости Уллправды ТВ.